Здравствуйте! Буквально вчера были, если не ошибаюсь, подведены итоги и занял первое место в музейной биеннале, которая была посвящена 100-летию Вилюйского музея имени Староваров. Расскажите, как состоялись итоги, были подведены, и в целом о работе биеннале, какие были выставлены экспонаты вашего музея? В этом году исполнилось 100 лет Билюйскому краеведческому музею имени Петра Александровича Староватого, героя труда, известного краеведа, музееведа. Музей был основан в 1917 году. Практически после Якутского областного музея это был второй музей нашей Якутии. И, конечно, по плану организаторами этого биеннале выступили Управление по делам музеев Министерства культуры и духовного развития нашего музея. Я являюсь начальником этого управления по соединительству, а также Билюйский музей и наш музей, который предоставил площади, залы и так далее. Мы открыли эту биеннале 7 числа, приняли участие 15 музеев. Такие музеи, как Конгасский районный музей, Чуропчинский, Ус-Алданский, Мегеноконгасский, Амгинский, Намский. Практически издалека, можно сказать, Аймагонгасский, Ус-Алданский, 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 Ус-Алданский. Привели Билюйскому музею посвященные две выставки до этого. Ну, выставка посвященная композитору Жиркову Сергею Николаевичу, а также известному фото-журналисту Виктору Прокопчу Яковлеву. Так что, это значит, как бы завершающие мероприятия. Но, сели еще было показать новые музейные технологии, новые формы оформления и, естественно, конечно, подлинные материалы, экспонаты. Но, по итогам этой биеннале первое место занял выставка нашего музея «Чароны. Поиск и современность». Авторы этой выставки известный археолог Василий Васильевич Попов, заведующий отделом. И у нас наш научный сотрудник Никонова, Елизавета Никонова Алексеевна. Так, ну, здесь в основном показали подлинные «Чароны», найденные в бобилимароскопах. Это, значит, самый ранний, самый древний, можно сказать, «Чарон». Это найденный болтоно Чуропчинского улуса. Это XVI век. XVI век. И, конечно, там у нас очень хорошая коллекция «Чаронов». Из этих коллекций мы показали самые старинные, самые такие характерные наши «Чароны». Тем более сейчас идет большая работа по восстановлению традиций «Чаронов». Орнаменты и так далее изучают, форма, трехножные, одноножные. Дальше второе место заняло «Намский музей». Кстати, «Намский музей» в этом году Испония с 50 лет. И они тоже очень хорошие выставки поставили. И третье место – «Амгинский музей истории земледелия». Ну, в будущем году уже в «Амге» будет «Спартигиады народов Якутии». Идет большая подготовка. И, конечно, там тоже музей готовится. Вот поэтому мы итогами этой работы в биеннале мы очень довольны. Очень хорошие выставки, подлинные материалы, интересный показ и так далее. Вот поэтому я гостей и жителей города Якутска, нашей столицы, я приглашаю. Эта выставка будет работать до середины января этого года. Просто замечательно. До будущего года. Да. Егор Спиридонович, а вот какие в целом успехи музея по итогам этого года? Сколько выставок прошло? Какие выставки прошли? Вот последние годы Федеральное Министерство культуры ставит задачу побольше организовать выставки. Стационарные выставки, передвижные выставки. Но мы вот последние годы практически утроили число выставок. И мы стараемся свои выставки организовать и сельской местности, и передвижные выставки. Особенно наши молодые сотрудники ездят на специальном автобусе, проводят такие вот выставки. Ну, в последнее время мы, например, очень хорошую выставку организовали, посвященную народным писателям Петру Николаевичу Табурокову, Семену Титовичу Рупову, ее супруге Марии Спиридуны Арбыкиной. Дальше, значит, первому профессиональному историку нашей республики Григорию Андреевичу Попову. Это очень хорошие, но по нашим меркам это большие выставки, в основном на подлинных материалах. Это очень интересно, народу это нравится, но они вот посещают. Но сейчас, кроме, во время Барамка-Атебиеннале, Брюйский музей привез материалы, посвященные Петру Хересанповичу Стараватову. И на первом этаже мы тоже вот выставку сделали, посвященную вот этому, ну, известному учителю, герою труда, краеведу. Ну, одному из первых, кто поставил о изучении алмазов якутских. Хотелось бы, конечно, поговорить о проекте «Ночью в музее». Он действительно, проект существует уже не первый год и действительно популярен в нашем городе. Ну, вот «Ночь в музее» — это вот последний музейный, ну, один из последних таких проектов. Все музейные сообщества, мировое поддерживают эту инициативу. Это сначала начали в Париже, потом это во всех странах практически проводятся такие мероприятия. У нас тоже больше 10 лет проводится «Ночь в музее». Я скрывать не буду, я сначала был против, я думал, что горожане ночью должны отдохнуть, спать и так далее. Но молодые сотрудники музея настояли, меня убедили, и с тех пор мы проводим это интересное мероприятие. Горожане приняли это мероприятие, и как бы сейчас стал одним из таких явлений культурных в нашем музее. Традиционном. Уже вот проводится, нам помогают, принимают участие некоторые музеи. И мы обычно до 19 часов проводим различные мероприятия, даже, значит, там различные встречи и так далее. Это нравится, особенно молодежи, молодым семьям. Молодые семьи переходят с детьми, и как-то нас поддерживают артисты Якутского театра. Мы оживляем наши экспозиции и так далее. Особенно нравятся вот шаманы. Допустим, смотрят, стоит шаман. Это музейный экспонат. А когда они приближаются, переходят, вдруг начинает действовать. Действие происходит. Камлач. И тут некоторые, значит, вздрагивают там все это. Потом, значит, ну, мы, когда наши коллеги были в центральных музеях, Татарстана и других музеев, мы демонстрировали. И они сейчас начали у себя тоже это показывать. Егор Спиридонович, ну, вот вы сами затронули эту тему о том, что с развитием технологий стали развиваться виртуальные посещения музеев. И в вашем музее тоже ведется работа перед созданием каких-то проектов. У нас есть сайт специальный. Постоянно мы пополняем этот сайт. Дальше у нас при помощи нашего родного министерства, Министерства культуры и духовного развития, они выделили средства. Мы, значит, новые музейные технологии стараемся использовать. 3D и дальше, значит, мониторы и так далее. Мы стараемся всячески вынеделить новые технологии. И вот, пожалуй, не стоит, конечно, еще отдельно поговорить о таможенниках, которые вам передали в вашем музее конфискованные исторические какие-то предметы. Да, это оранжи, они в обыденном порядке нам иногда музею, значит, давали вот эти конфискованные предметы. А в этом году специально вот приехали из Ховаровска, специально такую вот акцию, торжественную передачу они организовали. И старинные книги, некоторые серебряные вещи, вот, например, снеговые очки, монеты и так далее, вот они нам вручили. И мы, конечно, планируем потом, наверное, в будущем году будем организовать специальную выставку. А насколько часто попадают к вам такие предметы? Ну, постоянно, но по одному, ну, по несколько штук они нам вручают, ну, дают. Ну, потом мы это оформляем и потом, значит, в будущем году, наверное, выставку. А во время, кстати, строительства сквера учителя тоже были найдены артифакты? Ну, пока... Уже планируется передача к вам? Ну, пока мы это не получили, но обычно нам сдают. Вот, например, клад монеты, серебряных монет, которые были найдены перед разборкой дома Мигалкина. Вот, наш депутат Федоров полностью передал нашему музею. Вот, поэтому мы даже организовали выставку, ну, мы ждем. То, что вот находят, ну, в городе Якубске, они обычно сдают в наш музей. Егор Спиридонович, очень коротко, как в целом вообще пополняется коллекция музеев? Ну, коллекция музея, значит, пополняется. Особенно сейчас начали люди в связи, ну, усиление постройки, вот, бедка, жилья и так далее. Горожане постараются нам сдавать различные предметы, утвари, мебель и так далее. Но мы это принимаем, вот, обычно, ну, нам передают. Большое спасибо, Якубске, передовы ночью. Действительно, беседа была интересная. Я думаю, что телезрители обязательно посетят Бейенали, которая еще не закончилась. Дорогие телезрители, напоминаю, что сегодня у нашей студии был директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера и имени Ярославского Егора Шишегина. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня! Субтитры подогнал «Симон»!